Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже за реальные деньги появились две тачки, как по отдельности, так и в составе набора, которые действительно являются крайне нестандартными машинами в нашей игре. Если хищник еще перевести как-то можно с английского языка, то в отношении виндикатора, ребят, здесь будет немножко посложнее, потому что, по большому счету, переводится как воздатель, тот, кто приносит возмездие. Короче говоря, точного правильного перевода нет, поэтому я бы рекомендовал его так виндикатором и называть. Сегодня обсудим две этих машины, выкатим их обязательно из ангара, посмотрим, на что они способны, ну а я, как обычно, выскажу свое абсолютно непредвзятое субъективное мнение в отношении качества этих машин, ну и, соответственно, в отношении ценника на эти машины, как по отдельности, так и в составе набора. По цене 20 долларов за этот набор, это действительно дороговато, плюс еще комиссия, я сейчас смотрю через Steam, у вас ценник может отличаться, и если брать глобально, то здесь вы особо ничего такого не получаете. Да, вы получаете две этих машины, вы получаете целых 30 дней прям аккаунта. Не знаю, нужен ли кому-то фон профиля, ну и касательно внешних видов, то изначально вы получаете вот такие синие тачки, как у меня сейчас стояли в ангаре. У меня нет дополнительных легендарных внешних видов, в них машины действительно смотрятся, ну, симпатично. Здесь я спорить не буду, и в зависимости от того, какой из легендарных внешних видов вы поставите себе в слот, вы таким образом подтверждаете, за какой конкретно дом вы играете. Вы играете за дом темных ангелов, или вы играете за дом имперского кулака. Короче говоря, если разобраться прям вот совсем дотошно, то можно у себя в слотах внешнего вида поставить синий, допустим, там, на лето, на зиму поставить себе, там, не знаю, какой-нибудь зеленый, или наоборот, зеленый на лето, а синий на зиму, ну и, соответственно, песочный вот этот внешний вид можно будет поставить на пустынные карты. Таким образом, каждый раз заходя в бой, вы будете постоянно иметь другой внешний вид, и, возможно, вас это порадует. В отношении внешнего вида на виндикатор, в принципе, практически то же самое, та же самая стилистика, просто под ПТХу прорисованы. В целом, отсутствие этих внешних видов у меня лично не сильно меня смущает, мне достаточно синего внешнего вида на тачке, да и по большому счету, я не могу сказать, что прям сильно как-то меняются машины от того, какой внешний вид вы оденете. Ну, только если вы прям совсем фанат всей этой истории, ну и, соответственно, тогда вам это все зайдет. Два анимированных аватара, не знаю, зачем два. Возможно, для того, чтобы подтвердить, за какой дом вы болеете, а, возможно, для того, чтобы у вас была возможность. Плюс третий, универсальный внешний вид, ну, господи, внешний вид, универсальный аватар. В общем, по аватарам, я думаю, особо останавливаться не на чем. В отношении X5 в количестве 30 штук, на этих машинах вы не сильно круто их сможете реализовать, поэтому прям совсем существенно раскачать свой элитный опыт у вас особо не получится. Ну, и в отношении открытого всего оборудования, какая-никакая экономия, по моим подсчетам, где-то в районе до 3 миллионов серебра сможете сэкономить на обоих этих машинах. Вот и весь набор. Поэтому сказать, что за 20 баксов эти танки действительно стоят купить в составе набора, я не могу, потому что, когда эти танки были на продаже на аукционе, их можно было брать там, по-моему, что-то в районе 7 тысяч за каждую. Я, в принципе, там их и прикупил, поэтому не считаю, что ценник сам соизмерим. Но, с учетом того, что машины появляются в игре крайне редко на продаже, возможно, тем, кто донатит в игру, это предложение покажется интересным, заманчивым, и, возможно, вы эти танки давно ждали. 12 баксов за, по большому счету, голые машины. Это еще больший перебор, нежели покупать в составе общего набора. Поэтому, если уже и брать, то все-таки брать, наверное, за 20 баксов в фулл комплект, нежели кого-то из них по отдельности. Ну, в общем, по ценникам, я думаю, вы сможете определиться самостоятельно в отношении того, стоит брать или не стоит. А я перехожу вам к себе на основной аккаунт на Wargaming Game Center, потому что со стима играть, ну, просто невозможно из-за лагов. Перед тем, как выкатывать данные машины из ангара, для того, чтобы посмотреть, на что они реально способны, давайте обсудим сначала кратко как одну, так и другую машину. В отношении хищника. Довольно играбельная машина, на удивление подвижная и плюс-минус маневренная, с учетом того, что выглядит как двухэтажный сарай. Ну и в целом меня машина очень даже устраивает. Есть броня, да, против восьмерок не потанкуешь, но портив себе подобных, а уж тем более против танков шестого уровня, вы просто божество какое-то в бою. По орудию меня тоже все устраивает. Здесь приятное время сведения, приятный разброс. Стоит отметить, что здесь 184 миллиметра пробития, и в целом это дотягивает до некоторых танков восьмого уровня по показателю уровня пробития, но все-таки против восьмерок, особенно тяжей хорошо забронированных, играется очень сложно. В отношении того, чтобы получить такое пробитие, необходимо поставить соответствующее оборудование. Ну а если вы поставите себе на вентилятор, то особо ничего не выиграете. Почему я говорю про вентилятор? Потому что здесь, ребят, не цикличное орудие, как ты ожидаешь, а здесь магазин на три снаряда. Причем выплевывается каждый снаряд через полторы секунды после того, как вы отстрелили предыдущий. Ну и в целом такая скорострельность, это очень круто, особенно учитывая то, что время перезарядки магазина в целом составляет всего лишь 10,5 секунд. А урон 180 за один выстрел, ну и дальше умножайте самостоятельно, что вы получаете с одного барабана. В целом очень приятно. Стоит отметить, что не сильно приятный угол склонения орудия вниз, минус 6, с учетом того, что орудие расположено очень высоко. Да, действительно этого не хватает, казалось бы. Но по факту очень часто бывает такое, что вполне спокойно я, допустим, могу выцеливать нижние бронелисты у соперников, которые максимально со мной сближаются. Этого всего я не могу сказать про Виндикатора. Виндикатор очень унылая тачка, и к этому необходимо быть готовым, и рассчитывать на то, что это божественная ПТХ, я бы не рекомендовал. Да, у этого товарища, ну прям действительно крутая броня лобовая. Здесь спорить не буду. Есть вот этот ковш, который полностью, или как правильно, отвал, который полностью закрывает всю переднюю часть вашей ПТХи. Но, ребят, при этом все, вы обладатель. Если можно, так сказать, плюс-минус приемлемой подвижности для такой ПТХи в 30 километров, хотелось бы, чтобы все-таки двигалось быстрее. Но даже вопрос не в подвижности, не в динамике и не в маневренности, вопрос в орудии. Если вы посмотрите на показатели по орудию, то здесь, ребят, практически безбожный разброс для седьмого уровня, это, в принципе, для любого уровня. 0,460. Это очень много, и на средних и дальних расстояниях, без полного сведения уж тем более, орудие косое, как мой сосед на пьянке. Время сведения 3,9, с учетом того, что в оборудовании улучшению данного показателя посвящено два отдельно слота. Что касаемо пробития. 155 миллиметров. Тоже далеко не самый лучший вариант, но есть осколочно-фугасные с пробитием в 80 миллиметров, которые накидывают на своем седьмом уровне целых 900 единиц среднего урона. А базовый накидывает 640 с пробитием в 155. И да, действительно, это классно, когда ты играешь, встретив против себя какую-нибудь, там, не знаю, тачку среднюю, либо легкий танк. В отношении угла склонения орудия вниз, это один из самых худших танчиков, а точнее, ПТ-шек в нашей игре. Минус 2. Есть еще несколько машин с таким показателем, ну и меньше минус 2. Я пока не встречал, и надеюсь, разработчики этого не придумают. Ну что, берем машины и поехали покатаемся. Давайте начинать с виндикатора. Ну что, погнали. И обычно я начинаю обсуждение машины с подвижности и маневренности, но сейчас хочу начинать все-таки не с этой темы, а начинать с темы того, как тачка выглядит в бою. Выглядит действительно очень круто, и именно за это мне безумно нравится как виндикатор, так и хищник. Дело в том, что я большой любитель всякого рода нестандартщины в отношении внешнего вида в нашей игре и в целом нестандартных машин, и вот эти танки в этом отношении мне заходят на все 200. Да, пускай виндикатор далеко не самая играбельная тачка на уровне, да и в принципе в игре, но при этом всем он действительно божественно уникален. В отношении подвижности и маневренности здесь обсуждать особо нечего. Он тянется довольно-таки уныло, даже несмотря на то, что у него 30 километров скорость движения вперед, и вроде бы потенциально должен ехать не настолько вяло, но как-то он все равно тянется. Знаете, вот какая-то такая бронированная тяжелая улитка, у которой ее ракушка сделана из какой-то, не знаю, 15-сантиметровой по толщине стали. Короче говоря, скорость и подвижность данной машины полностью соответствуют брутальному внешнему виду. Дальше, я думаю, обсуждать особо нечего. В отношении играбельности машина очень тяжело реализуема по одной простой причине, потому что, во-первых, нет угла склонения орудия, и сейчас я был вынужден поехать в город только лишь потому, что на холмиках с левой стороны на карте мне делать просто нечего. У нас орудие вниз просто не опускается, то есть даже если бы здесь сейчас был какой-то соперник, мне пришлось бы полностью наверх подниматься на горку, для того, чтобы иметь возможность его выцелить. Ну и второй косяк данной машины, это крайне косое орудие. Поскольку у вас есть острая необходимость сближаться с вашими соперниками, то желательно все-таки с ними сближаться где-то на ровной площадке, для того, чтобы иметь возможность выцелить этого соперника, ну и, соответственно, хорошенько накинуть. Вот этот вот товарищ, который сейчас пропал из засвета, в эзеха на 600 с копейками, для меня потенциально сразу шотный соперник, которого я смогу добрать. Здесь у нас катается товарищ АМХ. Не знаю, получится сейчас или нет. Получилось. 732. Вот про вот эту ВЗ-шку я говорил. Она, в принципе, потенциально готовится на выход в ангар, для того, чтобы отдыхать. Ну и, соответственно, этим сейчас и займемся. По пробитию, как вы видите, маловато на базовом снаряде, но в отношении голды становится все гораздо лучше. Да, пускай там меньше урон, но вы все равно накидываете при меньшем уроне за выстрел, когда стреляете голдовым снарядом, больше, нежели большинство восьмерок накидывают за один выстрел, имея цикличное орудие. Короче говоря, по орудию здесь, знаете, палка двух концов. С одной стороны, косо, криво, лишь бы живо, а с другой стороны, вы просто мега имба, которая вполне спокойно накидывает, накидывает и еще раз накидывает. Понятное дело, что против восьмерки танковать мне нечем, поэтому меня абсолютно спокойно пробили, ну и, соответственно, отправили меня в ангар для того, чтобы с вами вместе посмотреть на хищника. Досматриваем бой, смотрим на результаты и выкатываем вторую тачку из ангара. Итак, ребят, 1340 единиц нанесенного урона, по большому счету в индикатор способен на гораздо большее, но видео это я не собираюсь вырезать из общего видео, в одной простой причине, потому что я хочу, чтобы вы видели танки такими, какие они есть на самом деле, ничего не приукрашая и не рассказывая вам поводу того, что каждый танк в нашей игре это имба, на которую вы обязательно должны потратить свою кровную голду. Поверьте, я знаю цену золота, поэтому никогда не посоветую вам чего-либо, что потенциально может вас расстроить. И если вы в поисках играбельной машины, даже пускай на седьмом уровне, то, поверьте мне, виндикатор уж точно не относится к таким танкам. Виндикатор это танк в коллекцию, танк для души, танк на котором вы готовы играть, даже если вы проиграете, не боясь за свою стату и не боясь сливать серебро, потому что виндикатор не является фармером однозначно. Ну что, берем хищника и поехали тестить эту машину. Итак, ребят, давайте будем тестить. В очередной раз не повезло с тем, чтобы попасть против себе подобных. Попали в бой против восьмерок и понятное дело, что с этим всем я отправляюсь вместе со средними легкими танками к точке С, для того, чтобы помочь эту точку продавить, ну и, соответственно, попытаться сделать что-то годное и полезное. В отношении времени сведения к нему привыкаешь, да, не божественный показатель, но в целом играбельно и я не цепляюсь к этому показателю абсолютно. В отношении скорострельности она здесь присутствует. Здесь действительно очень бодрый барабан, который очень круто накидывает, причем накидывает очень быстро и, главное, вы всегда успеваете свестись от точности на средних и на дальних расстояниях достаточно для того, чтобы выцеливать серые зоны, пускай даже восьмерок, ну и, соответственно, накидывать им урона. По подвижности, опять-таки, как и в ситуации с виндикатором, хищник не сильно подвижная тачка, но с учетом того, насколько для своего уровня он забронированный, каким орудием он обладает, меня в целом все устраивает, поэтому цепляться к нему не буду и он, наверное, и должен вот так вот играться. Там точно так же, как и виндикатор, огромен, неповоротлив, но крайне живуч, ну и действительно очень мощный в отношении того, чтобы делать что-то полезное в бою. Мне лично из этих двух машин хищник нравится гораздо больше. Вы свое мнение обязательно пишите в комментариях. И да, кстати, всех вас приглашаю к себе на прямую трансляцию, которая состоится завтра. По поводу сегодняшней прямой трансляции сомневаюсь, что смогу выйти в эфир, но завтра постараюсь в 18.45 выйти с прямой трансляции. 18.45 это время по Киеву, вы дальше разницу во времени считаете самостоятельно. Буду рад всех вас там видеть, со всеми пообщаться, ну и, соответственно, поиграть обязательно взводами, причем взводами на прямых трансляциях играю абсолютно бесплатно со всеми желающими. Главное, чтобы времени у меня хватило удовлетворить желание поиграть взводом каждого из присутствующих зрителей. Всех жду в гости, спасибо вам большое за благовременно, за то, что придете на прямую трансляцию, составить мне компанию, приятно и весело провести время. Ну что, поехали, поехали дальше, победоносно тянемся вперед. Так, у меня есть еще два снаряда в магазине, я не побоюсь их применить, но давай, родимый. То, что я говорил, что на средних и дальних расстояниях в отношении точности особых вопросов по Танчику нет, и что самое классное для меня лично в этом крайне приятном барабане, то, что и в отношении времени перезарядки магазина в целом у вас тоже не будет абсолютно никаких вопросов. Не успел добрать, надо было все-таки досвестись, поторопился, как есть, так и есть, но победа, мне кажется, в том числе и благодаря нам, ну и в отношении самих боев, то на том же самом хищнике я действительно получаю массу позитивных эмоций, играя на нем. Не могу сказать того же самого провиндикатора, по одной простой причине, потому что не в каждом бою ты действительно получаешь кайф от игры на этой ПТшке. А вот в отношении хищника, да, действительно, каждая катка веселая, прикольная и интересная. 1582 единицы нанесенного урона, один уничтоженный соперник, а потенциально могло быть и три. Вопрос только в том, что союзники быстрее добрали, так по большому счету я бы вполне спокойно эти фраги сделал, может даже сделал бы и четыре, но это так уже, знаете, сам себе медаль на шею вешаю, хотя по факту этой медали не получил. Третье место в команде по урону, причем от второго в нашей команде отстают буквально на одну единицу, редко такое встречается. Лайк обязательно нашим союзникам, то что составили компанию в этом великолепном бою, ну и обязательно лайкосики нашим соперникам, они достойно сопротивлялись, делали все возможное для того, чтобы победить, просто не может быть такого, что все 14 бойцов выходят из наших каток победителями, соответственно, кому-то приходится проигрывать, и в этот раз, к моему счастью, это были наши соперники. Ну, а им желаю в следующий раз все-таки выйти из победы из боя, в котором я не буду принимать участие. В отношении виндикатора, в отношении хищника, ребят, самостоятельно принимайте решение, какой танчик вам интересен, ну а если вы являетесь обладателем данных машин, пишите свое мнение в комментариях, насколько часто вы на них играете и получаете ли вы от этого удовольствие. Я пошел снимать специально для вас следующее видео, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok